МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии София Драговоз. Здравствуйте. В новой детской школе искусств на территории строящегося историко-археологического парка Херсаны Ставрические начинается приемная кампания. Об условиях и сроках поступления рассказала на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор учреждения Мария Костевич. В этом году предусмотрено 751 бюджетное и 209 платных мест. Обязательное условие для всех кандидатов – конкурсный отбор. В этом году к обучению приступят 960 человек. Из них 300 человек – это учащиеся Севастопольской детской художественной школы. Поступление в школу включает в себя два основных этапа – подачу заявления на обучение и прохождение конкурсного творческого отбора. Подача документов на обучение возможна двумя способами – на портале госуслуг и лично в учреждении. При любой форме подачи заявление регистрируется в едином электронном журнале. При этом автоматически фиксируется время подачи и присваивается уникальный регистрационный номер. Под этим номером в дальнейшем ребенок проходит этап отбора и попадает в рейтинговый список. Дети-сироты, дети участников СВО, дети из многодетных семей также принимают участие в отборе, но имеют преимущественное право поступления при прочих равных условиях. Предпрофильные программы по декоративно-прикладному делу, дизайну, архитектуре, хореографии и искусству театра рассчитаны на пять лет обучения. Здесь будут готовить одаренных ребят, начиная с десяти лет, планирующих в будущем поступать в творческие вузы. Еще семь общеразвивающих программ, включая музыкальные для раскрытия способностей и обогащения культурного кругозора детей с пяти с половиной до пятнадцати лет. Приоритет по бюджетным местам сделали на маленьких, чтобы они потом могли попробовать перевестись на предпроф в случае успешного. Да, пройти отбор на предпрофессиональный. А старшие ребятишки, условно говоря, которые не поступили на предпроф, здесь меньше бюджетных мест, но больше возможности на это сплатно, потому что, по сути, это как хобби получается, такое дополнительное образование. Прием заявлений на обучение начнется 14 августа и продлится до 27-го включительно. Вступительные испытания стартуют 4 сентября, а уже в октябре ученики школы искусств приступят к занятиям в новых классах и мастерских. Все-таки для нас это действительно такое важное дело. Очень качественная инфраструктура создана. Понятно, что желающих будет гораздо больше, чем есть возможности у школы. Поэтому здесь каждый шаг будет под пристальным вниманием общественности. И все должно быть максимально понятно, прозрачно и справедливо. Узнать более подробную информацию можно на сайте Севастопольской детской школы искусств dcheesef.rf, а также по телефонам приемной комиссии. Плюс 7-8-692-4174-20 и 4174-21 по будням с 9 до 18 часов. До конца года в Севастополе появится еще 150 базовых станций. Это должно обеспечить полное покрытие сетью и скоростной мобильный интернет на всей территории города и в сельской местности. О достигнутых результатах по улучшению качества связи и планах на ближайшее будущее рассказала глава Департамента цифрового развития Александра Осипова. По ее словам, в этом направлении активно работает и государство, и частные инвесторы. Всего в концу текущего года мы планируем увеличить количество базовых станций до 400 единиц. На текущий момент это около 250. Также хотелось бы отметить, что на государственной инфраструктуре размещается минимум два оператора связи, что позволяет экономить и место, соответственно, размещения, ну и улучшать качество связи в различных сетях. После запуска всех базовых станций и по государственному проекту, и по проектам частных инвесторов у нас будет стопроцентное покрытие, в том числе в сельской местности. Один из самых сложных вопросов – выбор места для установки антеннно-мачтовых сооружений или опор двойного назначения. Необходимо найти компромисс между техническими требованиями, градостроительными нормами, а также мнением жителей близлежащих домов по поводу соседства с подобными конструкциями. Было проанализировано более 200 мест возможного размещения, и это был достаточно сложный кейс, когда нужно было разместить всего 52 опоры. Но вместе с тем для каждой из опор найдена точка, которая соответствовала и требованиям операторов, и, соответственно, тем требованиям по зонированию, которые предъявляются и действуют у нас в городе. Все построенные объекты последовательно подключаются к электричеству и затем выводятся в эфир. Каждая такая базовая станция связи поддерживает высокоскоростной стандарт связи ЛТЕ. К старту отопительного сезона в 16 севастопольских многоэтажках заменят теплосети. В ходе работ также обновят и системы водоотведения, электро- и водоснабжения. Таковы планы и краткосрочные программы капитального ремонта инженерных сетей. В шести домах работы уже завершены. В доме номер 15 по улице Бориса Михайлова уже завершили капитальный ремонт инженерных сетей. В соседнем 19-м – работы на финишной стадии. Директор фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Дмитрий Шпагин оценил готовность коммуникаций на 70%. С момента постройки этих пятиэтажек инженерные сети существенно не обновлялись, что вызвало ряд проблем. Они были существенно изношены, более 30% на всех сетях присутствовали течи и требовалась стопроцентная замена всех сетей в данном многоквартирном доме. Соответственно, от участка балансового разграничения между ресурсоснабжающей организацией и многоквартирным домом, то есть от ввода в здание, полностью все сети на сегодняшний день будут заменены. И порядка 25 лет данный дом не потребует уже обращаться к данному виду капитального ремонта. Замену систем водоотведения, электротепло- и водоснабжения, а также установку узла потребления проводят за счет взносов собственников на капитальный ремонт жилища. В подвальном помещении дома номер 19 по улице Бориса Михайлова все коммуникации привели в порядок. Оставшуюся часть работ завершают в квартирах. В квартирах проходят также стояки, по которым подается теплоноситель, также проходят стояки по водоснабжению, водоотведению. Данные трубы являются общим новым имуществом, подлежат замене при капитальном ремонте. В рамках капитального ремонта отопительных сетей устанавливают современное оборудование, которое позволяет дистанционно вести учет потребления. Кроме того, распределение тепла в батареях теперь будет регулироваться автоматически. На сетях теплоснабжения также в рамках капитального ремонта устанавливаются автоматические балансировочные клапаны. Соответственно, они позволяют уравнивать давление между квартирами на различных этажах. И в результате работы этих клапанов не будет такой ситуации, что у кого-то будет жарко, у кого-то будет холодно. Давление на каждом этаже будет одинаковое. Проржавевшие трубы заменили на полипропиленовые. Они могут прослужить десятки лет. До этого трубы здесь были в очень ужасном состоянии. При обследовании данного дома, когда мы проходили по подвалам, десятки протечек было найдено, которые в течение даже обследования, с течением времени они увеличивались и в количестве, и в размерах. Трубы поменяли полностью все, поэтому протечек и утечек здесь в принципе нет. Трубы уже проверены давлением в части подвала, но прослужат не менее 50 лет. То есть трубы достаточно качественные, на них есть все требуемые сертификаты. По окончании капитального ремонта инженерные сети тщательно проверяют. Мы проводим гидравлические светания теплоносителей, ну, водой холодной, значит, промывку системы проводим, осмотр проводим. Ну, в целом, когда есть, допустим, после осмотра делаем кровли, остекление, отмостка и так далее, что подготовка к зиме. Программа капитального ремонта в жилых зданиях Севастополя утверждена до 2055 года. В неё входят 3324 многоквартирных дома. За шесть лет работы по замене инженерных коммуникаций проведены на 139 объектах. Ещё 80 отремонтируют в ближайшие три года. В планах на текущий обновить инженерные сети в 16 домах. Работы обещают закончить до начала отопительного сезона. Жанна Тарасова, Юрий Реутин, Севинформбюро. Жители дома номер 3 по проспекту генерала Острякова выступают против масштабного строительства под их окнами. Сразу два торговых центра могут появиться на соседнем участке. Их внешний вид уже был представлен на архитектурно-художественном совете. Долгое время многоквартирный дом на проспекте генерала Острякова 3 считался проблемным. Более 20 лет владельцы квартиры ждали, когда украинский долгострой легализуют и здания ведут в эксплуатацию. Наконец, это случилось прошлым летом. Однако теперь по соседству с жилым домом должны появиться сразу два торговых центра, внешний вид которых был представлен на архитектурно-художественном совете Севастополя. Такая новость взволновала жильцов. Горожане объединились и выступают против новой, уплотнительной застройки уже под окнами их дома. Размеры торгового центра, насколько нам известно, будут составлять высоту 27 метров, в длину почти 70 метров, в ширину более 20 метров. На сегодняшний день, если мы посмотрим на эту территорию, это будет огромное здание, которое перекроет окна, выходящие на северную сторону, а многие из этих квартир имеют окна только на эту сторону, полностью перекроет солнечный свет. Согласно планам застройщика, на месте пустыря появятся сразу два торговых центра. Один из них, более крупный, будет стоять параллельно дому номер 3 по проспекту Генерала Острякова. Второй, здание поменьше, перпендикулярно, примыкая к автомобильной дороге. На первом этаже крупного торгового центра предлагается разместить бассейн и спортивный зал. На втором, батутный центр. Третий этаж запроектирован под организации, оказывающей медицинские услуги. Проект предусматривает и подземный паркинг. Здание поменьше, инвестор планирует использовать для розничной торговли. Там также будет подземная парковка. Проект сразу двух торгово-развлекательных центров жители соседнего дома встретили в штыки. Это постоянный шум, это вентиляция приточная, то есть там чиллеры, вытяжки, все постоянно работает. Также есть проблема со светом. У нас есть северная сторона преимущественно, и света и так немного в квартире. А если еще будет 27-метровое здание здесь, ну это вообще может негативно сказаться на световом комфорте. Тревогу у местных жителей вызывает и вопрос парковки. Для будущих клиентов сразу двух торговых центров. Мы очень беспокоимся за нашу парковку, потому что вы можете видеть, наша парковка уже занята автомобилями, при этом в нашем доме еще не все жильцы сделали ремонт и въехали проживать. Проектировщик обещает сделать оба торговых центра как единое пространство, где будет в том числе предусмотрено и место для отдыха горожан. Однако этим планам жители соседнего дома не верят. Мы уже люди определенного возраста. Нам хочется выйти, где-то отдохнуть. То есть мы, покупая вот эту квартиру в этом доме, надеялись на то, что будет очень комфортно и хорошо. И долго ждали. Но, к сожалению, вот сегодня встает такой вопрос, который, ну в принципе, надо руководителям решать. Потому что там дом стоит, здесь дом стоит. И вот рядышком еще поставить вот эту вот махину, ну это никуда не годится. Я думаю, что, я считаю, что это непродуманное решение. И нужно обязательно его решать. Целесообразность строительства именно здесь мы не видим. Но при всем при этом здесь не хватает общественных пространств и зеленых мест. Поэтому мы просим власти города пересмотреть нахождение здесь торгового центра и оказать нам содействие в строительстве здесь общественного пространства. Что касается мнения городских чиновников и губернатора Севастополя, то судя по прошедшему 24 июля заседанию архитектурно-художественного совета, претензии к застройщику земельного участка есть только по визуальному облику будущих зданий. Хочется более современного, более яркого исполнения. И все остальное, это функционал, все отлично, это все точно, все будут императоры, подвижники, подруги, центр интересные, идеи действительно. То есть то, что там задумано место, все это устраивает. Просто сделайте визуализацию, сделайте на следующий архитектурный свет, просто пишите, ну вот как в существующую устройку, не в модель, а именно в фотосъемку, по местным проекциям поставки, в жизнь, как они будут смотреться. Стоит отметить, что оба проекта будущих торговых центров не получили одобрения членов архитектурно-художественного совета и были отправлены на доработку. Тем временем жильцы дома номер 3 на проспекте генерала Острякова направили официальное обращение в городское правительство и местный парламент. Единственное, надо разбираться внимательно и смотреть на то, насколько обоснованы их требования, пространству. Насколько мне известно, они пишут о нарушении инсоляции, возможно, и так далее. Поэтому надо внимательно посмотреть на реальную ситуацию и оценивать ее с точки зрения всех факторов, в том числе с точки зрения насыщенности этой территории торговыми объектами. Доработанный проект – строительство сразу двух торговых центров. Напротив дома номер 3 на проспекте генерала Острякова застройщик собирается представить на следующем заседании архитектурно-художественного совета в начале августа. В сквере имени Ивана Голубца деревья представляют угрозу жизни и здоровью. С такой проблемой в нашу редакцию обратились возмущенные местные жители. В сквере установлены две игровые детские площадки. Рядом школа номер 45. В любой момент засохшие ветви могут обрушиться на головы находящихся вблизи людей. С десяток старых деревьев, которые в любой момент могут стать причиной трагедии, досыхают в недавно обновленном сквере имени Ивана Голубца. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей в профильной инстанции, спиливать несущие опасность деревья никто не спешит. К тому же в сквере не работает полив зеленых насаждений. Этим туям всего несколько месяцев, но их состояние плачевно. Сквер был сдан в эксплуатацию в 2021 году. Здесь часто гуляют мамы с колясками, играют дети, отдыхают пенсионеры. Кроме того, после учебы в парке проводят время и учащиеся школы номер 45. По словам местных жителей, такое времяпрепровождение может быть опасным. Рядом с детскими игровыми площадками и скамейками – сухостойные деревья, которые вот-вот обрушатся. Особенно много детей бывает после обеденное время, но и утром дети приходят. Это очень опасно. Вот вчера был очень сильный ветер, и мы боялись подходить к деревьям, потому что все непредсказуемо. Может произойти трагический случай. Так как деревья сухие, дети часто бывают вот здесь около спортивной площадки, занимаются мальчишки. А здесь несколько деревьев сухих. С обратной стороны деревья с сухими ветками. Опасения местных жителей весьма оправданы. Как рассказала жительница дома номер 35 по улице Ивана Голубца Наталья Ольдякина, не так давно здесь уже случилась трагедия, в результате которой пострадала молодая мама. Мамочка гуляла с ребенком, сидела на лавочке, порыв ветра, не успела встать, получила травму. Девушка на данный момент уже пошла на поправку, реабилитация проходит. Я с ней, к сожалению, не общалась, но когда ее вижу, уже ей намного лучше, чем было. Даже, скажем так, в начале учебного года в сентябре я ее видела. Она приезжала к сыну на 1 сентября на линейку в инвалидной коляске. Это довольно-таки печальная ситуация. Еще один случай, который мог обернуться бедой, произошел в мае этого года. Сразу после торжественной линейки в школе номер 45 у ворот образовательного учреждения рухнула большая ветка, рассказала Наталья. Благо, увечий никто не получил, однако обеспокоенные родители терпеть не стали. И написали письма в профильные инстанции. На странице ВК, на сайт правительства, прикрепляя фотографии, обратилась в просьбу, чтобы посодействовали по спилу сухих деревьев и веток в данном сквере. На что мне потом через несколько дней пришел ответ, что данная ситуация, вы должны понимать, что весь спил проходит только при наличии порубочного билета. Это очень печально, что даже не выехал, никто со мной не связывались для создания комиссии, чтобы все это обследовали и посмотрели. Чтобы уточнить, кто несет ответственность за состояние зеленых насаждений в сквере имени Ивана Голубца, мы отправили информационный запрос в департамент городского хозяйства Севастополя. Там нам объяснили, данную территорию обслуживает ГБУ парки и скверы. В организации уверили, полив растений в сквере рабочие проводят регулярно. Установка автоматического полива выполнялась также в рамках реконструкции парка. В настоящее время полив там не работает. Не работает несколько причин. Одна из основных – это также вандализм, потому что форсунки неоднократно вырываются, засыпаются камнями. Учреждениям нами подавали заявления в полицию, но пока результата нет. Сейчас полив территории сквера осуществляется вручную, то есть посредством поливомоечной машины. В ночное время или в утренние часы поливомоечная машина подъезжает и проливает все насаждения. Как рассказала начальник производственно-технического отдела ГБУ парки и скверы, учреждением недавно был заключен контракт с организацией «Рослесзащита» на обследование зеленых насаждений, чтобы выявить причину массового усыхания деревьев в сквере у школы номер 45. Думаю, по срокам где-то до конца августа мы узнаем и причину, почему деревья у нас погибли. Такое массовое усыхание идет, потому что до этого они стояли зеленые, усыхать они стали у нас с прошлого года. И после этого уже будет принято решение. Будем убирать, заменять и, скорее всего, я думаю, что силами подрядной организации в рамках гарантийных обязательств. Конца августа высохшие деревья ждать не стали. 27 июля наш город накрыл сильный грозовой фронт с мощными порывами ветра и градом. Удары стихии не выдержали сухостою в сквере имени Ивана Голубца. Прямо у качелей на детской площадке рухнул массивный столб дерева. Еще несколько ветвей обрушились на территории парка. Сколько еще произойдет обвалов сухих ветвей, которые могут привести к трагическому для отдыхающих в сквере исходу, зависит от местных чиновников. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севенформбюро. Телефон редакции 59-2060, а также мобильный, плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте nts.tv.com. Ждите новостей. До встречи в эфире телеканала НТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова